Всем большой-большой привет! Как же всё-таки стремительно кончилось лето! Оно просто пролетело. Ещё только вчера, как будто бы я заготавливала травы и цветы, а сейчас уже практически конец октября, и всё убрано. Август и сентябрь настолько были загруженными, настолько полными забот, что я очень редко, к огромному сожалению, бралась за камеру, чтобы всё это запечатлеть, и свою работу, и огород, всё, что я там делала, и чего не делала тоже. Но всё-таки кое-что я для вас засняла. Посмотрите, как красиво цвели бархатцы. Это те самые, которые полностью замёрзли в июне, и которые я снова сажала рассады бесконечные, которые у меня находились в теплице. Расцвела потрясающе просто оранжево-жёлтая, поляно-душистая, ароматная, красивая. Невозможно было мимо пройти, чтобы не посмотреть, потому что это было целое облако, огромное цветов. Ну и, конечно, астры. Не преувеличиваю, скажу, что в этом году я высаживала их в грунт просто сотнями, сотнями кустов, села, вы видели в весенних роликах, их густо, щедро, все они взошли, и все были рассажены. Мне кажется, я не выбросила ни единого кустика, только если совсем они были какие-нибудь маленькие, крохотные. И вот такие вот целые поляны, моря цветов распустились у меня на клумбах. Очень красиво, потрясающе просто. Как-то так получилось именно на этой клумбе, что высадились у меня сюда только одни, лишь фиолетовые астры. Но всё равно очень красиво, очень эффектно. И, конечно же, в следующем году я буду их тоже сажать, обязательно-обязательно, выращивая рассаду в теплице. Это совсем не хлопотно, быстро. Посмотрите, какая красота получается. Это стоит того. Не могу сказать, что это и муки были, совершенно быстро всё как-то практически самой выросло, своей массой, они закрыли землю, и полоть их нужно было, по-моему, один раз за сезон. Ну и, конечно же, цинии, куда без них. Я их каждый год выращиваю, буду, конечно же, ещё выращивать. Посмотрите, какие прекрасные астры нежного розового цвета. Я очень давно хотела такие вырастить. В прошлом году почему-то не получилось. Плохо они взошли. А в этом году так щедро посеяла, и целые поляны распустились. Похоже немного на хризантемы, до чего они пушистые, красивые. Пересмотрела я своё отношение к таким популярным цветам, как астры, бархатцы и цинии. Очень они мне нравятся и прекрасно дополняют клумбы, миксбордеры, особенно в осеннее время, когда многие цветы уже выглядят пожухлыми и уставшими. Ещё в сентябре месяце я начала, так сказать, генеральную уборку участка. Хотелось, чтобы в зиму он ушёл чистеньким, приглаженным, ухоженным. И благо теперь у меня есть газонокосилка, поэтому можно с удовольствием его приводить в участок в порядок. Как видите, масштабы здесь такие неплохие. набегалась я знатно. Тогда, я помню, выдался очень тёплый, хороший день. Даже удалось вспотеть и хорошенько потренироваться. Но в целом всё получилось хорошо, тем более мульча никогда не бывает лишней. Я всегда ею засыпаю туи. Прекрасные, тёплые по летнему вечера подарил нам сентябрь. Очень хорошим выдался в этом году. А октябрь, напротив, выдался дождливым и очень холодным. Но одеваться некуда. Мне приходится всё равно выходить в огород, хотя, если честно, в холодину уже совсем не хочется. И убирать все растения, срезать их, потому что огород и сад большой. Оставлять это на весну смысла нет. Весной и так работы полно. Поэтому я все растения, всю ботву срезаю и выгружаю на прицеп. Саша потом его вывозит в большую нашу компостную яму. Очень люблю сажать, люблю растения, ковыряться в земле. Но вот без последнего этого осеннего этапа, честно признаюсь, могла бы обойтись. Ну потому что очень-очень много этого всего. А убирать нужно. Без этого никак. Лучше поздно, чем никогда, решили мы и всё-таки убрали этот наш старый огород. Саша мне спасибо, ему большое помог. Скосил всё, что здесь было, всё, что заросло. Мы всё это сгребли, попутно вырывая все старые насаждения, потому что прошёл первый мороз, подсолнухи и цини замёрзли. Чтобы всё было чисто, опять же, чтобы всё в зиму ушло в порядке, мы вдвоём общими усилиями всё убрали. Ну и, конечно, чтобы и семена, и корни, которые были на этом участке, немножко подмёрзли, может быть, чтобы сорняков стало меньше, мы всегда на зиму культивируем любую землю, и где у нас картошка сидит, и какие-то другие участки. Поэтому Саша взял мотоблок, всё это скультивировал. Земля, благо, здесь хорошая. Я вносила много компоста. Несмотря на обилие сорняков, она скультивировалась очень легко и просто. Ещё одним важным делом, которое мне очень хотелось сделать в сентябре, это был ремонт в Евиной спальне. Долго я её продумывала, как бы всё это уместить, чтобы всё было и функционально, и красиво. Нашла вот такие вот прекрасные наклейки. Ева сейчас очень любит гусей, поэтому у нас гусиная тема. Хорошо, я переживала, что они плохо будут клеиться на стену, на вагонку, но очень хорошо поклеились, и крепко сидят, ничего им не делается. Ещё немножко изменили полочки. Они были и в нашей комнате, это те же самые, но были покрашены в белый цвет, белой такой полупрозрачной пропиткой. А мне захотелось их изменить и сделать в тон с этажеркой, с пеналом, который мы с Сашей до того вам уже показывали, который мы сделали для Евы, опять же. Поэтому, чтобы снять старое покрытие, Саша пропустил доски через рейсмус, отшлифовала, я их уже потом покрасила в коричневый цвет, и мы их вернули на прежнее место. Забыла сказать, что перед декорированием я перекрасила стены на два раза кроющим антисептиком белого цвета. Вот такая вот крохотная, но очень уютная детская девичья спаленка у нас получилась. Главное, Еве все нравится и нам тоже без скромности скажу. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такая вот комнатка у нас получилась. Мне очень нравится, уютно, здорово. Евочке тоже, несмотря на маленький размер этой комнаты, в принципе, все здесь очень хорошо помещается. Вы спрашивали, интересовались, как Евочке в школе, как она вообще туда попала, почему мы не последовали современным трендам, если их так можно назвать, почему не оставили ее на домашнем обучении. Сейчас постараюсь на все эти вопросы ответить. Вообще, я ничего категорически не имею против домашнего обучения, и мы изначально с Сашей думали, я бы даже сказала, Саша больше об этом думал, хотелось ему, но потом по мере взросления Евы мы стали понимать, что домашнее обучение ей, к сожалению, не подходит, потому что человек у нас очень активный, очень общительный, который любит компанию, поэтому как-то заключать ее в стенах, в четырех стенах дома нам совершенно не хотелось, тем более, что все предыдущие годы, хотя и было у нее общение, довольно достаточное, мне кажется, но все равно хотелось ей быть, почувствовать себя частью общества, частью коллектива, полностью вкусить, так сказать, вот эту вот самую социализацию, которую вы нам часто и писали в течение вот этих последних семи лет. То есть, мы остановили свой выбор на классическом, так сказать, варианте, отдать ее в обычную школу, но стал выбор отдать в нашу маленькую сельскую школу или в большую районную школу. Мы подумали, порешали ездить туда где-то в общей сложности километров, наверное, 60, да, 30 туда, 30 обратно и отдали Еву в обычную нашу сельскую школу, в которой 40 или 35 учеников вообще во всей школе. Так что, приняли мы решение отдать ее в обычную нашу родную сельскую маленькую школу, в которую ходил и мой брат, и я ходила, ну и в общем-то мы этим выбором довольны, потому что и так два раза в неделю возим Еву в художественную школу, а это еще дальше, это получается в общей сложности 160 километров. Дорог ей хватает, поэтому ходит в нашу, в обычную, в маленькую. Так вот, нам повезло, что в этот год по меркам сельской школы собрался очень такой приличный, большой, я бы даже сказала, класс, их 8 человек, 2 девочки и 6 мальчиков, поэтому получается, что в общем-то все очень выгодно сложилось, и школа маленькая, но и народу много, чтобы скучно в этой школе ей не было. Пока прошло всего 2 месяца, но могу сказать, что с при величайшем, при великим удовольствием ей выходит сейчас в школу, не нужны, по ее словам, ни каникулы, ни летние, ни зимние, ни весенние, и даже выходные тоже не нужны. Хочется учиться, с удовольствием ходит, не знаю, что ей больше нравится, именно учиться или общаться с детьми, играть на переменах, но неважно, что, главное, она ходит туда с удовольствием, заставлять не приходится, и мы этот уровень мотивации стараемся в ней изо дня в день поддерживать. Относительно комнаты, что еще хочется добавить? Есть, в целом она готова, но есть моменты, которые нужно доделать. Это, прежде всего, дверь. С этого и начиналась Евина комната, но мы ее не сумели сделать, потому что сейчас у Саши нет времени, покупать мы не хотим, придется немножко подождать до зимы. Это комод, где хранятся Евины вещи, Евина одежда. Хотим тоже деревянные, я уже дизайн, проект продумала, немного знаю, что хочу в итоге получить, но пока остается этот. Ну и может быть какой-то декор по мелочи, а так, в целом, комната готова. Так что, несмотря на, не побоюсь этого слова, крохотный размер комнаты, мне кажется, около 6 квадратных метров, мы как-то гармонично, довольно сумели все здесь обустроить, и все предметы, которые Еве необходимы для жизни, они здесь есть, и письменные столы, комоды, полочки для всякой красоты, и вот более функциональный стеллаж, который мы с Сашей сами сделали, и даже еще полупустая полка, которая сзади меня находится, хотим доделать в ней ящички, чтобы я могла туда складывать всякую свою мелочевку, может, какие-то заколочки, браслетики, или камушки, которые она очень любит собирать. Работой я довольна, хорошо, что все-таки дошли руки затеять этот ремонт, долго я не могла за него взяться, долго не могла с мыслями собраться, но вот как-то потом в сентябре раз, и все быстренько получилось. Мы все трое довольны, и теперь со спокойной совестью и свободными руками можем уже ближе, наверное, к зиме, может быть, вначале приступать к отделке других комнат нашего дома. На этом ролик сегодняшний буду заканчивать. Если вам интересно, может быть, о чем-то узнать, или что-то спросить, или подискутировать на какую-то тему, которую я могла бы в следующих роликах осветить, пишите, пожалуйста, в комментариях, я по-прежнему все читаю и стараюсь максимально отвечать, если какой-то вопрос остался неотвеченным, просто он, наверное, потерялся, я его не заметила, намеренно не игнорирую, естественно, никогда. Поэтому пишите, и будем прощаться, до новых встреч, и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok